В текущем году в России, следуя данным Роспотребнадзора, было выявлено в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. В Каспийске за 2023 год было обнаружено 93 инфекционно больных, двое из них – гости республики. Детский врач-инфекционист городской поликлиники Ханумба Гаудинова рассказала, с чем связан резкий рост прогрессивности данного заболевания. С невакцинацией, с отказом от вакцинации. Поэтому рекомендовано проводить вакцинацию в первую очередь и снизить риск заболеть в первую очередь других детей, тоже окружающих. Поэтому показана обязательно вакцинация. Кори – это острое инфекционно-вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности и, будучи непривитым, от него не спастись. Вакцины вырабатывают антитела в организме, которые не пропускают вирус. А если вы не привиты или срок вашей вакцинации истек, то стоит обратиться к врачу для повторного прививания. Если я вакцинирована была, планово, то она меня не коснется, это заболевание, если у меня есть антитела. Это говорит только об антителах. То есть надо сдать кровь, именно глобулины G, чтобы узнать мои антитела, защитную мою иммунитет. Если иммунитет высокий, конечно, я не заболею. Но иммунитет нужно проверять через каждые 5-10 лет. Он снижается. Отметим, что болезнь передается воздушно-капельным путем, что в разы быстрее распространяет инфекцию среди жителей разных возрастов. Кроме того, врач-инфекционист подчеркивает, что рост заболеваемости среди детей превышает количество больных среди взрослых. Но, несмотря на это, старшее поколение переносит симптомы заболевания тяжелее. Первые симптомы у нас – пятна филатого коплика на слизистой оболочке рта, полости рта. Значит, далее покраснение, инантемы могут быть на слизистой оболочке. Потом они исчезают, эти симптомы, появляется высыпание. Значит, пятнистопопулезные высыпания. Начинаются они с головы, значит, дальше у нас туловище и конечности. Дабы обезопасить себя и окружающих людей, убедительная просьба к жителям города проходить плановую проверку.